Всем привет! Вы на канале CryptoCommons. Это будет быстрый апдейт по ситуации на рынке. Биткоин у нас с вами на дневном таймфрейме отпрыгнул уже достаточно сильно, скажете вы, на целых-то 25 плюс-минус 26%, если считать вот эту тень. И что? Уперся он в сетку EMA Ribbon уже, которая может оказать первое сопротивление. Также, если мы приблизимся на 4-х часовой таймфрейм, то вы скажете, вообще уже мы шикарно отпрыгнули. Посмотрите, у нас тут уже и RSI перегретый, да? И точка красная на Cypher, говорящая о локальной коррекции. И вроде как, да, вот мы пошли обратно на бэктест этой сетки, которая перевернулась с талобыча. Но хочу сказать вам вот что. Всем тем, кто сейчас забирает прибыль и говорит, что все выше мы не пойдем уже, нормально типа сквизанули, ребята, почаще отдаляйтесь. Потому что если вы посмотрите на недельный таймфрейм, где мы сейчас, то мы еще даже расти не начинали, как вы можете видеть. И напоминаю вам, что мы сейчас находимся в уровне 61,8 по Fibonacci, в глобальной Fibonacci от Corona Dump'а до последнего хая. Будем считать локального хая в 69 тысяч. Мы сейчас на уровне золотого кармана. То есть статистически очень вероятен сильный отскок отсюда. Куда-нибудь на 39,40 вот в район как раз сетки EMA Ribbon. Да, это кажется сейчас нереальным на ближайших таймфреймах, да? То есть тут уже вот мы как отросли. Но я вам напоминаю, что когда все начинают шортить, актив что делает? Правильно, улетает дальше. И судя, кстати, по тому, что я вижу на HGR, у нас с вами особо шорты-то еще не ликвидированы. Посмотрите, на каждом небольшом проливе у нас идут большие ликвидации лонгов. Вот здесь, вот здесь. Это ликвидации лонг позиций. Но на каждом большом пампе, обратите внимание, не сказать, что такие уж прям большие ликвидации шортов. Вот, они на самом деле маленькие в сравнении с лонгами. О чем это нам говорит? Новички, наверное, подумают о том, что да никто не шортит просто, поэтому вот, а все в лонгах засажены, только их будем брить. Но нет, на самом деле это нам говорит о том, что крупный шорт сидит повыше. Крупный в шорт, он все-таки не совсем дурак. Он, я думаю, не 28, не 29 шортил. Он шортил 38, 40, а то и выше, понимаете? И выше, конечно же, тоже. Вот этот вот диапазон, да, плюс-минус 38, 44. Крупный игрок его и шортил. Поэтому, вероятно, что мы сейчас туда вернемся и сходим за их стопами-реликвидациями. Но на младших таймфреймах, конечно, все выглядит немного по-другому, потому что любой такой полет сопряжен с коррекциями. Мы же не просто вот так вот прямо на луну летим, мы немного корректируемся. И я свою позицию уже наполовину разгрузил лимитками. На Femexe моя позиция, кто меня смотрит, вы, наверное, знаете. Но просмотры, кстати, что-то очень упали. Сейчас, ребят, веду медвежьего движения, походу. Поэтому не стесняйтесь наваливать лайков этому видео и подписываться к нам на канал, если вы у нас новенький. Вот, так что еще раз говорю, может быть сейчас возврат и бэк-тест вот этой вот линии сопротивления. В предыдущей линии сопротивления в качестве поддержки где-нибудь на 30 800, 30 700 и оттуда, я думаю, что мы полетим дальше. Это мои ожидания. Я сам держу эту позицию, как вы можете видеть. Частично разгрузил, частично еще держу. Позиция на Femex, биржа офигенная. Очень удобно торговать. Вот, если мы дойдем до 40 000, соответственно, моя позиция здесь полностью разгрузится. И я буду смотреть, что делать дальше. Может быть, даже хеджоу пошарчу. А что касается BitDAO, опять же, кто смотрел вчерашний выпуск, тот в курсе. Я говорил про BitDAO. BitDAO сейчас идет вперед битка. Для тех, кто не знает, BitDAO это типа биржевой токен Bybit, неофициальный. И зашел я в него, конечно, очень круто. Вот прямо здесь, на самом локальном дне. Но глобальное дно у него было вот здесь. Тень, опять же, вместе с тем, когда биток ходил на 25. И если мы отсюда накинем фибку до локального хая, то мы видим, что BitDAO прямо сейчас стоит как раз на 61.8. Опять же, на уровне золотого кармана. Снова, друзья. И смотрите, что происходит. Он распрямляется. Волатильность исчезает. И видно, что остались только мелкие рыбешки в рынке, как вот здесь. То есть крупный игрок уже, похоже, что завершил движение. То есть вот была первая волна, вот коррекция. И по ходу сейчас нас ждет следующая взрывная волна. Поэтому я не разгружаю всю позицию. Я держу часть. И буду сейчас смотреть по ситуации. Может быть, буду даже догружать позицию по BitDAO. Но вы, конечно, смотрите сами. Но говоря про альткоины, ребята, хочу вам показать еще один скрин. Но перед этим, пока не забыл, скажу короткую ремарку по BNB-BTC. Кто смотрел вчерашнее видео, я там говорил идею хеджевого шарта BNB-BTC. И посыпалось много вопросов, типа, как зашартить BNB к Битку. Мы не знаем, как в марже, мы только на фьючах. Ребята, во-первых, тысячу дисклеймеров. Это очень опасно. Если вы все же решились это делать, это не значит, что прямо сейчас он упадет. Он может еще и порасти, и в бок походить. И суть в чем, что если вы сейчас побежите шартить BNB на Binance, учитывайте один очень важный факт. Комиссия, которую Binance возьмет с вас за плечо, будет равна порядка 100 с чем-то годовых. Я вчера посчитал. БНБ – это без учета количества плеч. То есть это на одно плечо. Вот если вы занимаете BNB, вы через год должны будете отдать в два раза больше BNB. То есть, грубо говоря, он у вас просто за год съест всю позицию, даже если вы будете в первом плече его шартить. А если там в третьем или в пятом, понимаете, да, там все 300 или 500. Поэтому тут, конечно, имеет смысл ждать подтверждения, может быть, пробоя вот этой вот какой-нибудь трендовой, хотя бы вот этой на уровне, сколько это у нас, 900 тысяч сатоши, да. Вот если вы увидите, что BNB реально пробивает 900 тысяч сатоши и летит ниже, вот здесь вот, на мой взгляд, можно будет брать заем в BNB и уже лететь куда-нибудь на 500 или на 600 тысяч сатоши. То есть, одалживая BNB, покупать биток, потом обратно выкупать подешевевший BNB, отдавать его бирже от греха подальше и разницу в битке или в долларах оставлять себя. Но это только для опытных хомикадзе, только для трейдеров. Если вы инвестор, вообще забудьте про эту идею, не лезьте в это говно. А по поводу альткоинов, что хочу сказать, слушайте, очень классный скрин нашел сегодня в Твиттере, даже сделал пост в Телеге. Кстати, обязательно подпишитесь к нам в Телегу, если вы еще не. Вот, график от Vili Wu с сайта chartsvubule.com. Это график топ 2412 альткоинов, видите? Смотрите, короче, в чем суть. Количество новых альткоинов экспоненциально растет с каждым днем, одни сменяют другие, другие третьи. Поэтому мораль этого скрина в том, что не забывайте накапливать биткоин. Посмотрите, черный график – это биткоин. Он всегда в долгу растет. У него здоровый, бычий, хороший тренд. И его, конечно, тоже нужно покупать, стараться не на самых хаях, а выбирать точки внизу этого канала. Но в долгосрок, даже если бы вы купили на самых хаях, в принципе, предыдущих, все равно… Да, это график неполный, кстати, как вы видите, он старый. Все равно вы бы были в плюсе. А при этом посмотрите на альткоины. Появлялись постоянно новые альткоины. Вот это у нас был что, смею предположить, что лайткоин какой-нибудь, наверное. Вот это вот Dash, мне кажется, появился. 2014 год. Еще эфира не было. 2016 год. И посмотрите, как много сейчас этого мусора просто. И он постоянно стремится к нулю. Задача альткоинов – это отжать ваши битки. Понимаете? Поэтому ваша задача, как трейдеров или спекулянтов на альткоинах, сделать больше битка и выйти в биток. Вот посмотрите, например, исторический снэпшот за 25 мая 2014 года на CoinMarketCap. Что мы видим? Топ-3. Биткоин, лайткоин, дэш. Замечательная троица. Даешь дэш обратно в топ-3. Но дальше что мы видим? Перкоин, Next. Где они все? Нету их. Доджкоин, XRP есть. Удержались. Что показывает силу этих монет? Namecoin, Omni, Blackcoin, Counterparty, BitShares. Нету их. Манера есть. Манера сильная альткоин. И вот что мы видим, что все эти альткоины на самом деле из топа, они просто сменяют друг друга. И вы можете сами посмотреть на CoinMarketCap. Здесь исторические снэпшоты за любые годы. За любые годы, что там было в топе. Даже не знаю, какой-нибудь 16-й год глянуть. Очень многие проекты просто улетают в небытие. Поэтому не засиживайтесь в альткоинах. Мораль такая. Накапливайте биткоин, друзья. И те проекты, в которые вы сами верите. Фундаментальные хорошие проекты. В этом вам поможет разобраться, конечно же, интернет. И ресурсы, которые вы найдете в описании. Вот, например, индекс альтсезона. Ссылка на который тоже есть у нас в разделе аналитика и графики. Он показывает хорошо за год, какие альткоины перекуплены, а какие недокуплены. Вот по нему сейчас ни AXS, ни Sandbox, ни KSC, ни Leon, вот это все покупать не надо. AVAX, Solana, Shiba. Скорее присматриваться к тому, что уже просело, вот, посмотрите, на 80-90%. Потому что все циклично, друзья. Все идет по синусоиде. И с этой точки зрения BNB пойдет вниз. Как бы эфир тоже очень перекуплен. А тот же Dash, Lite, они пойдут наверх, потому что они уже очень сильно перепроданы. Вот и все, что я хотел вам сегодня сказать. Спасибо, что посмотрели этот выпуск, подписывайтесь на все наши ресурсы, ставьте лайк, торгуйте аккуратно, осторожно, не торопитесь, не суетитесь, и все будет чики-пики. С вами был Гринни от канал Crypto Commons, всем профитролей и до следующей встречи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok